Здравствуйте! Сегодня наша лекция посвящена очень важной проблеме – это железодефицитной анемии у детей. Что такое анемия? Это анемия – это состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина или снижением количества эритроцитов в единице объема крови, которое приводит к нарушению снабжения тканей кислородом. Выделяют несколько групп анемий. Первая группа анемий связана с нарушением созревания эритроцитов. Вторая большая группа анемий – это анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина. Анемии, связанные с нарушением продолжительности жизни эритроцитов за счет того, что они быстро разрушаются, то есть подвергаются гемолизу, и, возможно, потеря эритроцитов при кровотечении. Классификация анемии была предложена в 1979 году Эдельсоном. Он выделил анемии, связанные с кровопотери. Они называются постгеморрагические и могут быть острыми и хронические. Вторая большая группа анемий – это анемии, связанные с нарушенным кровообразованием. В первую очередь, это анемии, связанные с нарушением образования гемоглобина. Здесь могут быть анемии, связанные с дефицитом железа, связанные с нарушением синтеза и утилизацией парфиринов – это ситроахористические анемии. Вторая подгруппа в анемиях, связанные с нарушенным кровообразованием – это анемии, которые связаны с нарушением синтеза ДНК и РНК, мегалобластные анемии. И анемии, связанные с дефицитом витаминов, в первую очередь, B12 – это B12 – дефицитная анемия, и фолиевые кислоты – фолиевая дефицитная анемия. Третья подгруппа – это анемии, связанные с нарушением процессов деления эритроцитов. Они могут быть наследственными анемиями и приобретенными. Называются дизэритропоэтические анемии. Четвертая подгруппа анемии, связанные с угнетением пролиферации клеток костного мозга – это пластические анемии, которые также могут быть приобретенными и наследственными. Третья большая группа анемий – это анемии, связанные с повышенным кроворазрушением. Это гемолитические анемии. Они могут быть наследственные и приобретенные гемолитические анемии. Анемии не имеют специфических синдромов. При любой анемии выделяется обязательно анемический синдром, который включает в первую очередь бледность кожи и слизистых оболочек, слабость, сонливость, быструю утомляемость и головокружение. Голубой оттенок склер, анорексия и снижение аппетита, обморочные состояния, вплоть до развития анемической комы, одышка, тахикардия, расширение границ сердца и систолический шум, артериальная гипотония и шум волчка на крупных сосудах шеи. Всегда при подозрении анемии нужно исследовать показатели общего анализа крови. В первую очередь это, конечно, количество эритроцитов. Во вторую это концентрация гемоглобина, цветовой показатель, количество ретикулоцитов, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроците, среднее концентрации гемоглобина в эритроците, средние объемы эритроцита, а также ширину распределения эритроцитов по объему и обязательно оцениваются морфологические особенности эритроцитов. Количество эритроцитов зависит от возраста и пола ребенка. Младше 6 лет количество эритроцитов колеблется от 3,66 до 5,08, 10 в 12 степени в литрах. Мальчики старше 7 лет и старше – это от 4 до 5,12, а девочки в возрасте 7 лет и старше – несколько меньше. Это от 3,99 до 4,41 количество эритроцитов. Концентрация гемоглобина также колеблется по возрасту. Дети в возрасте от 0 до 14 лет средние показатели концентрации гемоглобина – 145 г на литр. Дети в возрасте 15-20 – около 120. Дети от 6 месяцев до 6 лет количество гемоглобина должно быть не менее 110. С 6 до 11 лет – 115. В возрасте 12 лет и старше – не менее 120. Женщины – это не менее 120 и мужчины – не менее 130 г на литр. Критерием тяжести анемии является уровень гемоглобина. По снижению уровня гемоглобина выделяют легкую анемию – это анемия первой степени, когда снижение гемоглобина не более 90 г на литр. Нижняя граница – 90 г на литр. Средняя степень – от 90 до 70 г на литр. И тяжелая третья степень – это ниже 70 г на литр гемоглобина. Цветовой показатель – это показатель, который отражает относительное содержание гемоглобина в эритроцитах. Его очень легко сосчитать, даже если он не указан в анализе. Для этого 3 умножают на самопоказание гемоглобина и делят на количество эритроцитов. Норма цветового показателя – не менее 0,85 и не более 1,05. Кроме этого, для определения анемии рассчитывают эритроцитарные индексы. Это расчетные величины, определяемые гематологическим анализатором, и которые позволяют количественно характеризовать важные показатели состояния эритроцитов. Эритроцитарные индексы реагируют на дефицит железа значительно раньше других параметров, являясь более чувствительным, точным, воспроизводимым и реально доступным по сравнению с другими методами. Какие же это показатели? Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците. Что отображает? Отображает абсолютное содержание гемоглобина в этом эритроците. Является аналогом цветового показателя. Измеряется в пикограммах. Увеличивается при галобластных анемиях, то есть развивается гиперхромия и снижается гипохромия при дефиците железа. Эритроцитарные индексы в общем анализе крови на геманализаторе – это нормы и дефицит железа. Дефицит железа при показателе среднего содержания гемоглобина в эритроцитах от 3 до 6 месяцев отколеблется от 26 до 32, с 6 месяцев до 5 лет от 25 до 30 и у детей старше 5 лет и взрослых от 27 до 31. Если развивается дефицит железа и ниже этих показателей, то он будет снижен. Если и развивается гипохромия, цветовой показатель при этом также будет ниже 0,85. Средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. Измеряется в грамм на литрах, увеличивается при микросфероцитозе или нарушенной калибровке прибора и снижается при значительном дефиците железа. Используется средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците для оценки точности прибора и рассчитывается как соотношение гемоглобина к гематокриту. Аналога при ручном исследовании нет, рассчитывается только на анализаторе. Средний объем эритроцита отражает размеры эритроцитов, измеряется в фемтолитрах, увеличивается при гемоглобластных аномиях, то есть развивается макроцитоз, и при дефиците железа, как правило, развивается микроцитоз. Рассчитывается как гематокрит с отношением к количеству эритроцитов. Аналогом при ручном способе это диаметр эритроцита, который раньше наблюдали визуально. Норма и дефицит железа. Средний объем эритроцита. Показатели представлены на таблице от 3 до 6 месяцев, от 77 до 104. От 6 до 5 – 75,87 и старше 5 лет – 80,97. При дефиците железа показатель снижен. Размеры эритроцита колеблются от 7,2 до 7,8 мм. Это будут микроциты, если будет меньше. Ширина распределения эритроцитов по объему. Эритроцитов отражает степень анизоцитоза. Измеряется в процентах. Чем больше разнообразных по размеру эритроцитов, тем этот показатель будет больше. Аналог при ручном исследовании – это степень анизоцитоза. Формула показывает, как можно рассчитать распределение эритроцитов по объему. Ретикулоцитов. В норме содержание ретикулоцитов составляет от 1 до 2%. Ретикулоцитарный индекс – это отношение ретикулоцитов, умноженное на гематокрит нашего пациента и разделенное на гематокрит нормальный. Норма, как я уже сказала, это где-то 1%. На данном слайде представлены морфологические формы эритроцитов. Это здоровый эритроцит, норма цит. Если эритроцит уменьшается в размере, называется микроцит. Он такой же по своему строению и составу, но несколько меньше. Если он увеличивается в размере, называется макроцит. Иногда изменяется форма. Он может приобретать овальную форму. Становится овальный макроцит. Кроме того, выделяют и измененные формы эритроцитов. Это может быть мишеньевидный, то есть как будто в центре определяется мишень. Акантоцит, имеющий множество отросток. Сфероцит, напоминающий сферу. Шлемовидный. Шистоцит. Овалоцит. Стоматоцит. Коплевидный, имеющий хвостик. Колючка, видный, когда эритроцит стенки, имеют множество отросток. И серповидный эритроцит. Показатели, характеризующие состояние эритроцитов. Мы с вами сказали, что это цветовой показатель. В норме значение определяется от 0,85 до 1,05. Характеризует степень насыщения эритроцита гемоглобина. Следующий показатель – это среднее содержание гемоглобина в эритроцитах. Значение в норме от 27 до 31 характеризует содержание гемоглобина в эритроците. Следующий показатель – это средняя концентрация гемоглобина в эритроците. В грамм-литрах измеряется от 320 до 360 и характеризует степень насыщения эритроцитов. Далее идет средний объем эритроцита. Средний объем эритроцита у детей с 6 до 18 месяцев составляет от 72 до 77, а дети старшего возраста – от 80 до 94. И следующий показатель, который является количественной оценкой и распределением эритроцитов по объему. Этот показатель определяется в процентах и составляет не более 14,5. Что же такое железодефицитная аномия? Это всегда полиэтилогичное заболевание, возникновение которого связано с дефицитом железа в организме из-за нарушения его поступления, усвоения или повышенных потерь, характеризующиеся микроцитозом и гипохромной аномией. Частота встречаемости железодефицитных состояний, по данной Всемирной организации, очень высока. Более полутора миллиардов жителей планеты имеют дефицит железа. Причем половина из них имеют в стадии латентного дефицита железа. Он так обозначается – LDG – латентный дефицит железа. А остальные – в стадии железодефицитной аномии. Распространенность в мире. Ну, здесь распространенность, вы видите, что чаще всего встречается у детей раннего возраста, от 0 до 4 лет, и у беременных женщин. В развивающихся странах эта цифра еще более высокая. Это встречаемость во всем мире, это именно в развитых странах. Реже встречается у мужчин. Всего 2%. Метаболизм железа в организме. Железо является эссенциальным микроэлементом. Является структурным компонентом белков. Участвует в работе ферментативных систем. Железо участвует в транспорте электронов, цитохромы, железо-сидропротеиды и кислорода миоглобин и гемоглобин. Кроме того, железо участвует в формировании активных центров окислительно-восстановительных ферментов, оксидазы, гидроксидазы, суперксидазы. В организме существуют железосодержащие белки, которые имеют определенные функции. Гемоглобин. Белок. Локализуется в эритроцитах. Основная функция гемоглобина – это перенос кислорода тканей. Миоглобин. Основное содержание – это мышцы. Что основная функция – это накопление кислорода. Железо, содержащие белки митохондрии, содержится практически в большинстве клеток, производит энергию. Трансферин. В крови осуществляют транспорт железа. Ферритин или гемосидерин. В печени селезенки в костном мозге являются депо железа. И железосодержащие ферменты – это каталазы и другие – они практически встречаются везде и выполняют разнообразные функции в метаболизме нашего организма. Основными источниками железа является гемовое железо, источником которого является гемоглобин и миоглобин, входящие в состав продуктов животного происхождения. Это мясо, рыба, птица, печень. Негемовое железо находится в продуктах растительного происхождения, таких как овощи, фрукты, злаки и молоко. Здесь представлено всасывание железа в кишечнике. То есть железо переносится энтероцитами, при этом оно трансформируется из трехвалентного в двухвалентное железо и проникает в двухвалентное железо через стенку. С помощью специальных ферментов и с помощью трансферина переносится непосредственно уже в клетку любых тканей. Это основные белки при обмене железа, которые участвуют и где происходит обмен железа. Как мы сказали, это кишечника, то есть железо в пище и в кишечном просвете начинает через кишечную стенку проникать в кровоток. Из кровотока с помощью ферментов ференопартина и трансферитинового рецептора, которые захватывают, поступают непосредственно в гепатоцит и образуется трансфериновый рецептор, который захватывает эритроцит и непосредственно переносит эритроцит уже в клетку крови. Выделяют среди детей группы риска развития железодефицита. Это, во-первых, дети, родившиеся недоношенными, дети, родившиеся от многоплодной беременности, дети, родившиеся с крупной массой тела, с дисплазиями, быстро растущие дети, подростки, обильно менструирующие девочки, часто болеющие и дети пониженного питания. Это группы риска по развитию железодефицитных аномий. Причинами развития железодефицитной аномии у детей в первую очередь может быть недостаточное поступление микроэлемента железа с пищей. Это элементарный дефицит железа. Это повышенная потребность организма в железе в связи с быстрыми темпами роста ребенка и чрезмерной прибавкой массы тела. То есть в железе возникает повышенная потребность. Когда нарушено всасывание микроэлемента в кишечной стенке, то есть сниженная абсорбция микроэлемента. И когда происходят потери железа из организма. Все причины развития железодефицитных состояний у детей можно отнести на антонатальные. В анамнезе мы с вами выявляем факт нарушения маточно-плацентарного кровообращения, плацентарная недостаточность. Синдром фетальной трансфузии при многоплодной беременности, внутриутробная мелена, недоношенность, потому что основные запасы железа состоятся в последнем триместре беременности. Многоплодие. Глубокий и длительный дефицит железа в организме беременной, соответственно и плод получает железо мало. Интранатальные факторы. Это фетоплацентарная трансфузия. Преждевременная или поздняя перевеска пуповины и то и другое ведет к дефициту железокровотечения и развития железодефицитной анемии. Интранатальные кровотечения из-за травматичных акушерских пособий или аномалии развития плаценты и сосудов. И постнатальные причины. Их основное количество. Во-первых, это недостаточное поступление железа с пищей. Повышенные потребности в железе у детей с ускоренными темпами роста. Повышенные потери железа из кровотечения различной этиологии. Например, потери могут происходить при нарушении кишечного всасывания. При обильном и длительном маточном кровотечении у девочек в период становления менструальной функции в пубертатном периоде. И нарушение обмена железа в организме из-за гормональных изменений. Нарушение транспорта железа и недостаточной активности и снижение трансферина в организм. Здесь показана связь развития железодефицитной анемии и гельминтозы. Любой гельминтоз вызывает воспалительный процесс в кишечнике. Соответственно, происходит нарушение всасывания нутриентов. Сначительно снижается всасывание таких нутриентов, как медь, железо и витамин С. Происходит ограбление организма, потому что непосредственно гельминт сам потребляет эти элементы. И уменьшенное поступление нутриентов ведет к снижению этих же показателей. Кроме того, гельминт вызывает микротравмы слизистой оболочки и ведет к развитию хронической кровопотери, что ведет к развитию также дефицита железа. Когда это все развивается, дефицит железа вызывает снижение иммунитета, психоэмоциональную лоббильность, повышенную утомляемость, снижение памяти. То есть эти дети клинически часто болеют, становятся плаксивыми, капризными, раздражительными, плохо учатся в школе, плохо адаптируются в коллективе. На эти симптомы нужно обращать внимание. Специфических симптомов аномии нет. Выделяют в первую очередь сидропенический синдром. Что это возникает? Во-первых, дистрофические изменения кожи и придароков, сухость, ломкость, слоистость, поперечная исчерченность ногтей, ложкообразная форма ногтей, койронихий, выпадение волос, атрофия слизистых оболочек носа, желудка, пищевода, сопровождающаяся нарушением всасывания и диспепсическими расстройствами. Очень часто у детей можно увидеть гласит, генгивит, стоматит, дисфагия. Кроме того, в понятие сидропенического синдрома входит извращение вкуса и нарушение обоняния. Эти дети очень любят покушать мел, крупу, сырую, оголь, известь, земля. Они с удовольствием выдыхают запах бензина и выхлопных газов. Кроме того, сидропенический синдром включает в себя мышечную гипотонию. Мышечная гипотония вызывает дезурию, недержание мочи при смехе, кашле, и у детей возможно проявление нуреза. И так как мало развивается дефицит и миоглобина, то дети могут жаловаться на мышечные боли вследствие дефицита миоглобина. Дефицит железа и развития детей. Во-первых, дефицит железа и железа, дефицитная анемия негативно влияет практически на все функции нашего организма. Физическая выносливость, сила и энергия уменьшается. Терморегуляция нарушается. Страдает иммунная и нервная система. Уменьшаются умственные и когнитивные функции организма. Активность ферментов падает. И способность переносить кровопотерю также у таких детей резко снижена. Снижение иммунитета на фоне дефицита железа ведет к снижению пролиферации Т-лимфоцитов, снижению синтеза этих показателей и дисфункции иммунитета. Кроме того, дефицит железа вызывает различные отдаленные последствия. Это умеренная и тяжелая железодефицитная анемия. Они ассоциируются с более низкими показателями умственного и моторного функционирования у детей вплоть до подросткового возраста. Поэтому наша с вами задача – обязательно выявлять железодефицитные состояния и на них реагировать. При подозрении на железодефицитную анемию мы обязательно обследуем общий анализ крови. Он может быть ручным методом и автоматизированным методом. Ручным методом и автоматизированным определяем гемоглобины и ретроцитов, количество их будет снижено. При анемиях может быть ускорение сои, но не более чем до 10-12 мм в час. Количество ретикулоцитов при этом состоянии снижено и нормальное. Цветогвой показатель при железодефицитной анемии, мы с вами сказали, что он низкий, развивается анизоцитоз и пойкилоцитоз и микроцитоз. А при автоматизированном методе определяются среднее содержание гемоглобиновой ретроцитии, он будет менее 27, это средняя концентрация гемоглобиновой ретроцитии, средний объем эритроцита и расчетные показатели тоже будет уменьшен. В биохимическом анализе крови показатели, которые позволят нам подтвердить диагноз железодефицитной анемии. Это, во-первых, сывороточное железо, определяется в микромолях на литр. Дети старше 1 месяца, содержание от 10,6 до 33,6. Это физиологическое значение характеризует количество негемового железа, содержащего в сыворотке. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 12 микромоль на литр. Общее железосвязывающее способность сыворотки крови также определяется в микромолях на литр. Показатели количественно отражают количество трансферинов в плазме. Содержание должно быть от 40,6 микромоль на литр до 62,5 микромоль на литр. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 69. Следующий показатель – это латентное железосвязывающее способность сыворотки в микромолях на литр. Не менее 47. Косвенно отражает трансферин в плазме. Нативный транспорт железа – не менее 16, а по данным Всемирной организации здравоохранения, не более 17. Характеризует транспортный пул. Косвенно отражает содержание железа в сыворотке крови. Следующий показатель характеризует запасы железа в организме. И следующий показатель, который отражает состояние эритропоэза в организме. Цифры представлены на экране. В биохимическом анализе крови при железодефицитной анемии будет снижение содержания сывороточного железа. Общий железосвязывающий способность сыворотки крови будет повышено. Снижение показателей НТЖ менее 17% и снижение концентрации сывороточной ферритины менее 30 нанограмм в миллилитр или микрограммов на литр. Последовательность изменений индексов при дефиците железа. При латентном дефиците анизоцитоз – это самый чувствительный в очень ранней стадии сидоропении. Микроцитоз – самый характерный показатель железодефицита. И гипохромия – это характерный признак появляется позднее, чем микроцитоз и анизоцитоз. При железодефицитной анемии происходит уже возникновение снижения гемоглобина – это самый поздний признак сидоропении. То есть более ранними являются показания анизоцитоз, микроцитоз и гипохромия. Важно помнить, что железодефицитная анемия всегда гипохромная и микроцитарная. Но важно помнить также и то, что не все гипохромные или микроцитарные анемии являются железодефицитными анемиями. То есть они могут быть и не только железодефицитные анемии. В амбулаторных условиях при наличии микроцитарной гипохромной анемии с анизоцитозом возможна постановка диагноза железодефицитной анемии. Для оценки состояния запасов железа может использоваться биохимический анализ крови с определением ферритина сыворотки. Дифференциальный диагноз железодефицитной анемии. Его проводят с другими анемиями из группы дефицитных анемий. В первую очередь B12 дефицитная анемия и фолиеводефицитная анемия. Кроме того, его проводят с другими микроцитарными анемиями, например, талосемией, и анемией, которая сопровождает хронические болезни. Это анемия хронических болезней. B12 дефицитная и фолиеводефицитная анемия. Они всегда макроцитарные анемии. При этом вовлечено в процесс 2-3 ростков кроветворения, и как следствие, кроме анемии, лейкопении, нейтропении и тромбопении, отмечается. Отмечается гиперсегментация ядер нейтрофилов, 5-6-дольчатые многолопастные ядра, мегалобластный тип кроветворения, наличие в костном мозге крупных эритроидных клеток, снижение концентрации в сыворотке крови витамина B12. В норме он от 100 до 700, а при железодефицитной анемии будет значительно снижен. Из снижения концентрации в сыворотке крови или содержания в эритроцитах фолиевой кислоты при фолиево-дефицитной анемии. Эти показатели тоже представлены, их тоже можно определять в сыворотке крови. В виде ребенка железодефицитной анемии мы должны непосредственно лечить эту анемию. Целями лечения железодефицитной анемии являются устранение причины, лежащие в основе развития заболевания, коррекции питания, выявление и устранение источника кровопотери и возмещение дефицита железа в организм. Принципы терапии являются всегда назначения лекарственных железосодержащих препаратов. При этом преимущественно нужно выбирать препараты для перорального приема. Назначение препаратов должно быть в адекватной дозе. Длительность курса лечения препаратами железа, она зависит от степени анемии. И при легкой степени должна быть не менее 3 месяцев, при анемии средней степени 4,5 и при тяжелой анемии около 6 месяцев. Необходимо обязательно контролировать эффективность терапии этими препаратами железа. Питание. Питание при железодефицитной анемии должно быть разнообразным, сбалансированным, обогащенной продуктами с высоким содержанием железа. Гемовое железо, оно должно составлять не менее 17-22%, от общего содержания железа в рационе. И биодоступность железа из обычного рациона, мы должны помнить, что она составляет не более 10%. Способствует всасыванию железа. Это аскорбиновая кислота. Лучше всего всасывается из животного белка, красное мясо, мясо птицы и рыбы, и продукты, которые в сочетании с молочной кислотой. Помним, что снижают всасывание железа. Это соевый протеин, фитаты, кальций, пищевые волокна, полифенолы, содержащиеся в бобах, орехах, чаях, кофе и некоторых овощах. Смотрите, что содержание железа в печени составляет всех больше, около 20 мг, а содержание в яблоках всего 0,1 мг. Классификация препаратов железа для приема. Все препараты железа можно разделить на две большие группы. Это по способу введения. Это пероральные и парентеральные. К парентеральным сразу скажу, что относятся венофер, ферумлек, феринъект, феравир, космофер. Пероральные можно разделить по механизму всасывания на железо двухвалентное и железо трехвалентное содержащие. В свою очередь они делятся на органические и неорганические соли. К органическим солям двухвалентного железа относятся глюканат, железо препарат представлен тотем, и фумарат, феритап. Неорганические соли – это сульфат, представлен сербифер, фенюльс, актиферин, ферофальгамма, фераплекс, тардиферон, ферраградумент и хлорид – это гемофер. Биодоступность этих препаратов составляет от 30 до 40%. Трехвалентное железо также делится на органические соли и неорганические соединения. Органические соли – ферлатум, сукцилинат, и гидроксид железа в комплексе с полимальтозой – эферум-лек, мальтофер, биофер. Биодоступность составляет до 10% этих препаратов. Хочу только добавить, что препараты железа могут… Доказано, что рандомизированные исследования последних лет доказали, что эффективность солевых препаратов на основе препаратов железа трехвалентного в лечении железодефицитной анемии практически будет одинаково. То есть можно выбирать любой препарат. Вцасывание препаратов железа. Вцасывание препаратов железа – значит, железо трехвалентное с помощью витамина С и фермента ферроредуктазы превращается в двухвалентное железо и происходит пассивный транспорт через каналы белков, свободная диффузия, быстро биодоступность составляет до 40%, а железо трехвалентное, если может произойти активный транспорт через каналы белков и требует участия ферментов и медленно всасывается и, соответственно, биодоступность будет до 10%. В процессе лечения железодефицитной анемии солевыми препаратами могут возникать проблемы. Во-первых, это передозировка и даже отравление вследствие неконтролируемого употребления этих препаратов. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищей. Это выраженный металлический привкус при употреблении этих препаратов. Окрашивание эмали, зубов и десен, иногда стойкое. И частый отказ пациентов от лечения, он составляет где-то 30-35% приступивших к лечению. То есть нарушая, отказываются люди употреблять пациентов препараты железа из-за непереносимости этих препаратов. Какие препараты используются у детей? В первую очередь это полимальтозный комплекс. Это мальтофер и феррумлек. Чем они характеризуются? Они характеризуются высокой безопасностью, отсутствием риска передозировки, интоксикации и отравлений, отсутствием потемнение десен и зубов, имеют приятный вкус, хорошо переносится, в ушелку имеют комплоентность лечения и отсутствие взаимодействия с другими лекарственными средствами и продуктами питания. Кроме того, обладают антиоксидантными свойствами. Препараты железа двухвалентного – это сульфат железа, к которому относятся актиферин, гемофер пролонгатум, тардиферон, ферроплекс – это лекарственные пероральные формы препарата. Кроме того, есть, кроме сульфата железа, двухвалентное железо и есть хлорид железа – это гемофер, пероральная лекарственная форма. Глюканат железа – тотема, также пероральная лекарственная форма. И фумарат железа – ферранат, это тоже пероральная лекарственная форма. Препараты трехвалентного железа – это гидроксид-полимальтозный комплекс, к которому относятся мальтофер, мальтоферфол, феррумлек – это есть пероральные препараты, а феррумлек еще есть раствор для внутримышечного введения и имеется гидроксид сахарозный комплекс или сахар от железа трехвалентного это винафер это раствор для внутривенного введения дозы препаратов железа для лечения железодефицитной анемии у детей и подростков до 3 лет солевые препараты составляют 3 микрограмма на килограмм старше 3 лет дозируется в сутки составляют от 45 до 60 миллиграмм в сутки у подростков до 120 миллиграммах в сутки а препараты на основе полимальтозного комплекса это в любом возрасте дозы составляет 5 микрограмм на килограмм в сутки независимо от возраста длительность терапии мы сказали уже что легкая анемия лечится 3 месяца средние четыре с половиной и тяжелое не менее шести месяцев контроль эффективности лечения то есть назначив препараты железа мы хотим посмотреть угадали ли мы с лично с тем что у нас железодефицитной анемии и как организм отвечает во первых первым показателем критериями эффективности является ретикулоцитарная реакция она развивается как правило на седьмой десятый день от начала лечения и при этом повышается количество ретикулоцитов она обычно повышается на 2-3 процента то есть или 20-30 промиллей по сравнению с количеством до начала лечения вот повышение гемоглобина на 10 грамм на литр будет не ранее чем на 3 4 недели а посмотреть так ли мы подобрали препарат железом мы можем как раз по вот этому показателю на 10 12 день клинические проявления они как правило исчезнут заболевание не ранее чем через один-два месяцев и сидропиния преодоление тканевой сидропинии наступает через два-три месяца парантеральные препараты это парантеральные внутривенные внутримышечные препараты железа они назначаются в тех случаях когда есть противопоказание к применению пероральных препаратов или когда пероральные препараты неэффективны парантеральные всегда показаны при тяжелой форме железодефицитной аномии при непереносимости пероральных препаратов резистента резистентности к лечению при наличии язвенных поражений желудочно-кишечного тракта при хронической болезни почек если есть противопоказание к перерыванию эритроцитарной массы и есть необходимость быстрого насыщения организма железом это показания для назначения препаратов железа расчет дозы парантерального железа он проводится по общей формуле это общий дефицит железа это масса гемоглобин нормального минус гемоглобин больного умножается на коэффициент 024 прибавляется дтп железа дп железа у пациентов с массой менее 35 килограмм составляет 15 микрограмм на килограмм а хотим мы чтобы гемоглобин был 130 грамм на литр а более 35 килограмм 500 микрограмм а целевая концентрация гемоглобина 150 грамм на литр и таким образом рассчитывается количество ампул для ведения будет равно общему дефициту железа в миллиграммах на 100 миллиграмм это доз парантерального железа алгоритмы лечения аномии в первую очередь при подозрении нами и мы должны анализировать периферическую кровь там мы должны с вами выявить микроцитоз гипохромии анизоцитоз после этого мы должны назначить препараты фер препараты на 7 10 день должны провести анализ периферической крови какой периферической крови мы сказали что увеличивается количество ретикулацитов развивается реку ретикулацитарный криз ну и побеседовать с пациентом насчет того чтобы мы с вами попали в точку для лечения железодефицитной ными и лечение надо продолжать он пьет у нас препарат месяц и через месяц мы опять анализируем периферическую кровь через месяц периферической крови гематокрит увеличивается на 3%, а гемоглобин увеличивается на 10 грамм на литр. И, соответственно, при этих показателях мы будем продолжать терапию в зависимости от степени тяжести. Если у нас после того, как мы выполнили, он у нас пропил месяц препараты железа, отсутствует улучшение, то такого ребенка мы должны проконсультировать с гематологом для того, чтобы исключить другие возможности развития анемии. При железодефицитной анемии проводится каждые 10 дней осмотр и анализ крови. После нормализации гемограммы в период, поддерживающий терапии осмотр и анализ крови 1 раз в месяц, далее 1 раз в 3 месяца с обязательным гематологическим контролем. После того, когда мы установили диагноз железодефицитной анемии, дети должны наблюдаться год после установления диагноза. Профилактическое применение препаратов железа. Для детей из групп риска назначение элементарного железа показано в дозе 2-3 мг на килограмм веса в сутки с первого месяца жизни до 12 месяца жизни. Немедикаментозная профилактика назначается детям до 6 месяцев. Это необходимо лучше всего грудное вскармливание. При этом мы должны коррегировать железодефицитное состояние у матери. Дети, которые находятся на грудном вскармливании с 6 месяцев, а на искусственном вскармливании с 4 месяцев, рекомендовано вводить прикорм. Какой? Это продукты питания с высоким содержанием железа. Кроме того, профилактическое применение препаратов железа – это всем женщинам во второй половине беременности из расчета 50 мг на сутки, детям, родившимся недоношенными, диспластичными от многоплодной беременности, с крупной массой тела, быстро растущими из расчета 1-3 мг на килограмм в сутки и обязательно профилактическое применение препаратов железа – это у обильно менструирующим девочкам кратким курсом, 5-7-дневным курсом ежемесячно во время менструации от 50 до 100 мг в сутки. То есть профилактическое применение строго проводится по таким показателям. Благодарю за внимание!